Неделя в области, городе и стране. Регион 54. Мы живем здесь. Мы живем вместе. Боевая награда. Регион 54 в эфире. Меня зовут Анатолий Сивохин. Первое областное радио продолжает серию специальных эфиров, посвященных 77-летию победы в Великой Отечественной войне и 85-летию нашего региона. В студии со мной военный комиссар Искитимского района, подполковник запаса Павел Дурандин. Наша программа и наш проект – это продолжение серии видеоочерков Павла, который очень давно занимается таким телевизионным жанром. Но мы вместе подумали, что это может звучать как медиакнига почета тех людей, которые родились или жили в Новосибирской области в разных районах нашего региона, совершили свой подвиг в Великой Отечественной войне, в современных боевых операциях и конфликтах. Ну и, собственно, мы продолжаем недалеко от Искитимского района, куда мы с вами заглянули, и замечательный Сузумский район. О войнах этого района мы сегодня тоже хотели поговорить. Действительно, благодаря хорошим, добрым людям в Сузумском районе работа по увековечению памяти о защитниках отечества не останавливается ни на минуту. Надо поблагодарить людей, оказавших нам помощь в подготовке программы. Вот та самая обратная связь пошла. Это предоставленная информация, которая вот сейчас будет звучать в нашем эфире. Спасибо начальнику отдела архива администрации Сузумского района Светлане Анатольевне Кондрашовой и военному комиссару, вашему коллеге, военному комиссару Сузумского района Василию Леонидовичу Радаеву. Причем Василий Леонидович как-то мгновенно отреагировал. Да, спасибо вам большое. Как только услышал программу в эфире, тут же подключился к нашему проекту. В 2022 году в Сузумском районе скорбная памятная дата. 80 лет, как погиб герой Советского Союза Выгласов Григорий Исаевич. Боевая награда. Из наградного листа. Товарищ Выгласов участвовал в составе отдельного парашютного батальона с 12 по 16 мая 1942 года по прикрытию переправы и эвакуации войск Крымского фронта в районе города Керчь. 15 мая 1942 года, будучи в обороне в районе завода Войкова, группа товарища Выгласова в составе трех человек получила приказ от командира роты разведать район завода с задачей выяснить расположение противника, его силу, огневые точки и технику. Группа под ураганным огнем вражеских пулеметов и автоматов пробралась вглубь обороны противника, выполнила приказ и установила сосредоточение расположения огневых точек, примерное количество живой силы и техники. 16 мая 1942 года получил вторичное приказание от командира роты разведать силу противника. Товарищ Выгласов, как преданнейший сын и патриот своей родины, бесстрашно и мужественно под сильным воздействием артиллерийского минометного огня и автоматов противника маскируясь и отлично маневрируя подполз к переднему краю на 150 метров, выполнив боевой приказ невредимым, прибыл в расположение своей части. Добытое им сведения дали возможность нашему командованию ударной группой нанести удар и сорвать предстоящую атаку противника. 16 мая 1942 года получил приказание командира роты прикрывать левый фланг. Противник пустил во фланг до 8 танков. Подпустив танк на 15 метров метким броском бутылки с горючей смесью поджег танк. С подходом двух танков на дистанцию 10 метров он метким броском поджег и эти два танка. В бою с тремя немецкими танками герой-парашютист вышел победителем. Уничтожил три танка с экипажем, а пять из них позорно бежали. Своими смелыми действиями дал возможность успешно развивать начатое наступление. Приблизившись к противнику на 100 метров с криком «Ура!» подразделение бросилось в атаку на врага. Во время атаки переднего края огнем своего автомата в упор расстрелял 8 фашистов. Броском последней гранаты в скоплении противника уничтожил еще 12 фашистов. В этом бою товарищ Выгласов пал смертью храбрых. Боевая награда. Вот такие сюжеты. Это реальная жизнь. Это молодые люди. Да, из представленных документов вообще получается то, что у нас жизнь намного ярче, чем то, что мы с вами видим в кино и в сериалах. Но сериалы и кино тоже нужны. Нужен наш проект. Спасибо Вам большое, что Вы его начинаете поддерживать. Еще раз напомню, если у Вас есть наградные листы истории о Ваших героях, обязательно пишите нам. 54-радио-собака-мейл.ру Сузунский район. Помнит и чтит павших воинов. И вот это письмо, эта информация от наших слушателей. Нам прислали информацию о подвигах 22-летнего лейтенанта Сергея Васильевича Романова. Это конец 20-го века, начало 21-го. В 1999 году он окончил наше Новосибирское высшее командное училище с красным дипломом. Был направлен на Северный Кавказ. Павел, Вам слово. Боевая награда. Из наградного листа. 1 декабря 1999 года разведрота получила задачу провести разведку местности в районе населенного пункта Алхан-Юрт для определения маршрута выдвижения полка. Был выделен дозор под командованием Романова. В ходе ведения разведки был обнаружен опорный пункт боевиков численностью до 20 бандитов. Оценив обстановку, старший лейтенант Романов Сергей Васильевич доложил координаты опорного пункта командиру роты. Умело используя складки местности, заняв выгодную позицию для ведения огня, разведывательный дозор уничтожил опорный пункт боевиков. Романов лично уничтожил трех боевиков. Благодаря грамотным, умелым и решительным действиям дозор вышел из боя без потерь, за что старший лейтенант Романов был награжден медалью за отвагу. 18 января 2000 года разведрота получила приказ провести разведку местности в Октябрьском районе города Грозного с задачей определения основных маршрутов выдвижения полка. Разведывательный дозор под командованием Романова в ходе ведения разведки попал в засаду. Не растерявшись в сложной обстановке, он принял решение, используя рельеф местности, вести огонь силами и средствами разведывательного дозора до подхода основных сил и средств разведроты. Под шквальным огнем он проявил себя как мужественный, решительный, грамотный офицер. Умело руководил действиями дозора по уничтожению огневых точек боевиков. В ходе ведения боя старший лейтенант Романов был смертельно ранен. За проявленное в бою мужество и героизм, верность воинскому долгу, старший лейтенант Романов награжден орденом. Мужество посмертно. Похоронен на кладбище в Сузунском районе 26 января 2000 года. Боевая награда. Около 40 и чуть-чуть за 40 было бы этому герою, если бы он остался жив. Это совершенно молодые люди, вот те, которые в таком возрасте принимали такие героические решения. Ну а теперь в нашей программе о том, как хранят историческую память жители Сузунского района нашего региона. Депутат законодательного собрания от Сузунского района, председатель законодательного собрания Новосибирской области Андрей Иванович Шенкиф. Давайте послушаем. Так совпало, что как раз вчера было 80 лет со дня гибели одного из самых известных сузунцев, героя Советского Союза Григория Исаевича Выглазова. Он погиб 16 мая 1942 года в боях на Керчатском полуострове. Григорий Исаевич один из трех героев Советского Союза, уроженцев Сузунской земли. А есть еще и полные кавалеры орденов славы, героев социалистического труда. Сузунская земля по праву считается родиной героев, которые совершали не только боевые, но и трудовые подвиги. Поэтому в честь 75-летия годовщины победы в Великой Отечественной войне на центральной улице поселка установлена аллея памяти. Сузунцы – герои Отечества. На аллее 11 пилонов с рассказами о героических земляках. А именем, к примеру, еще одного сузунских героев, именем Василия Андреевича Левина, названа школа в Сузуне. Многие поколения школьников по инициативе бывшего директора этой школы Юрия Петровича Серушкова создавали и продолжают пополнять фонды удивительного школьного музея. В нем бывают и жители района, и гости всех рангов. Он ничем не уступает большим городским музеям и ценен именно тем, что память и рассказы о ветеранах района передаются из поколения в поколение. Этот музей не только история, не только наследие прошлого, но и взгляд в будущее. Шаг в будущее – шаг твердый и правильный, потому что основан на традициях земляков. В целом в районе 13 школьных музеев и учителя, и ученики ведут большую поисковую исследовательскую работу. Есть в районе и военно-патриотические клубы, и известный в области лагерь «Патриот», православно-казачьи клубы, юно-армейские отряды. Последние 3-4 года мы с Евгением Николаевичем Покровским вместе с жителями района, причем представителями всех абсолютно поколений, восстанавливаем, ремонтируем памятники героям войны ветеранам. Такие памятники есть в каждом селе, и за ними, конечно, трепетно ухаживают жители. Но время идет, нужно обновить, покрасить, благоустроить. Мы выделяем на это средства из депутатского фонда, и судунцы очень активно участвуют в благоустройстве. Все это, конечно, не только воспитывает любовь к истории, героическому прошлому своих земляков, но и позволяет поддерживать крепкую связь между ветеранами и молодежью. Когда это есть, можно не бояться. За то, что духовные ценности и российские традиции поменяют на дешевое, искаженное, ненастоящее. И конкретно за судунцев я спокоен. Часто бываю и в школах района, и глаза ребят вижу. Их не проведешь, их не обманешь. За это спасибо и педагогам, и, конечно, самим ветеранам. Хочется, пользуясь случаем, пожелать им здоровья и еще раз здоровья. Мы помним, мы гордимся, мы преклоняемся. Мы вместе, а это главное. Спасибо вам за внимание. Еще раз напомню адрес нашей редакции. 54-радио-собака-мейл.ру Павел Дурандин, Анатолий Шевохин. Всего доброго. Регион 54. Важно слушать. Нужно знать.